Пуховик Судя бы ничего, но если вы неправильно его постирали, каким бы дорогим он ни был, поверьте, друзья, что вам придется его отправить на дачу и ходить в нем исключительно за грибами. В дальнейшем нужно обращать внимание, насколько качественно сшит тот или иной пуховик. А какое отношение это имеет к стирке? Ну как какое отношение? Смотри, если пуховик некачественно был пошит, вот сюда вот посмотри, лезет пух. То есть это обозначает, что плохо прошито, нету двойной подкладки, которая защищает вот все эти перышки от вылезания наружу. А представь, вот такой пуховик просто взять и положить в стиральную машину и включить его. Так, хорошо. Мы в конце, во-первых, получаем абсолютно разобранную конструкцию, весь пух у нас повылазит наружу и в итоге с этим пуховиком не то, что потом на улицу выйти, его страшно даже кому-либо показать. То есть пуховик может пострадать во время стирки, в первую очередь, потому что он некачественный, да? В первую очередь. И во вторую очередь, потому что вы его неправильно стираете. Что нужно делать? Обязательно, в момент, когда вы стираете пуховик, вот на этом, если можно, я покажу, его нужно вывернуть, вот так вот, вывернуть. На изнанку. Раз. Потом. Два. Это мы уже готовим его к стирке, да? Как бы готовим к стирке. Переворачиваем. Внимание, обязательно застегиваем молнию. Ух ты, а зачем мы так делаем? Мы делаем это для того, чтобы по основным швам пух у нас не повылазил. Мы как бы защищаем лицевую сторону от всех повреждений. Если вдруг повредится у нас подкладка, это не страшно. А если мы повредим лицевую сторону, будет очень обидно. Ну да. Это как одно из правил. И почему закрываем молнию? Ну да. Дабы не деформировалась молния во время стирки. Прекрасный совет. И не появляются волны после стирки. В данном случае эта проблема решена. Кроме того, друзья, никогда не стирайте пуховички вместе с другими вещами. Вы потом перья и пух из них просто не выберете. Вы потеряете в случае неправильной стирки не одну вещь, а несколько. И очень важный момент. Порошок из настоящего пуховика, он никогда не выстирывается. Нужно использовать исключительно жидкие моющие средства для деликатных тканей. В таком случае, как бы, легко выполаскивается, чистится наш пуховик. Еще один важный момент. При стирке пуховика самая главная проблема, когда пух сбивается такими комками. Таких комков здесь предостаточно. Ну вот, место, например, в котором вообще нет пуха. Хочу предложить вспороть. Давай, все равно выбрасывай. А этот пуховик все равно уже терять нечего. Вот здесь вот так вот разрезаем. И смотри, вот наш пух, здесь, кстати, больше пера. Пуха мало, и вот эти вот массы, комки, от них уже никуда не деться. И на самом деле я видел, я знаю даже людей, которые после стирки пуховика несколько суток, а то и недельку, распределяют пух и перья по своей куртке. Девушка заулыбалась, наверное, делала такую процедуру. Есть очень такое верное средство, как справиться с этим, и дабы процесс разглаживания не был таким томительным. Ну расскажи. Ты теннис большой любишь? Обожаю. Так вот, с помощью теннисных мячиков, которые у многих хранятся дома, во время стирки мы можем предотвратить появление вот таких вот комков в пуховике. Вместе с пуховиком в стиральную машину с жидким моющим средством кладем чистое, внимание, не после игры, мячики для тенниса. А сколько? Три-четыре. Во время движения вашей машинки мячики постоянно летают по барабану. В барабане, кроме вашего пуховика и мячиков, ничего нет. И, по сути, постоянно распределяют пух равномерно по всей куртке. И тем самым мы с вами решаем одну из таких важных проблем, связанных с пуховиками. Распределение пуха и перьев по пуховику. Да, в игровой форме. Эти мячики достаточно яркие. А вдруг они полиняют? Их перед этим, если желаете, можете в вашей машинке прогнать, чтобы они постирались. Дабы, если краска есть какая-то, она, конечно же, уйдет. Ну и после этого смело можете приступать к стирке вашего любимого пуховика. И дабы ваш пуховик не полинял вместе с шариками, стирка должна быть при температуре не выше, чем 30 градусов. И очень важный момент. Мы потом минимум три раза должны прополоскать наш пуховик. Это машинная стирка. Мы разобрались. И как качественный, так и не очень качественный пуховик иногда приходится стирать вручную, да? Да. Есть ли правила такой стирки для пуховика? Ну, принцип аналогичный. Ручная стирка, она гораздо более хлопотная, потому что пухи перья намокают. Температура воды должна быть не выше 30 градусов. Мы используем правильное моющее средство. И много раз полощем его, дабы потом на пуховике, особенно темном пуховике, от моющего средства не оставались у нас разводы. А вот это вот отжимание вручную, просто вот сжать и выкручивать? То есть выкручивать пуховик, вот как, в принципе, как шерстяные вещи, нужно недостаточно сильно. Лучше пусть он подсохнет на балконе, на свежем воздухе больше, чем мы полностью деформируем его. Повесить его, знаете, как на тримпелечек, на балкон, и по мере того, как он высыхает, подходить к нему и так чуть-чуть распределять пух и перья равномерно. Поверьте мне, в процессе высыхания, если вы это сделаете, у вас будет гораздо меньше проблем. Внимание, ни в коем случае нельзя сушить пуховик на батарее. Потому что пух и перья, как раз вот если вы на батареечку положите их, они там, мягко говоря, загниют. И тогда уже... Да ты что? Да, и тогда уже... Так вроде бы же их прогреют и высушат. В том-то и дело, то, что влага, когда моментально нагревается, вот и начинается процесс образования всяких бактерий, и потом будет пахнуть пуховик. Вы подходите к друзьям, они говорят, дружище, а он говорит, да нет-нет-нет, я только постирал. Я только сушил его на батарее. Я только сушил его на батарее. Вы говорите, Эврика! У меня, кстати, вопрос такой, после вот такого просушивания на батарее, у кого возникали сложности с пуховиками, они давали такой неприятный запах? Есть, у кого были проблемы. Спасибо за откровение. Ну, теперь уже таких проблем не будет, мы знаем, как поступать правильно. Выворачивать наизнанку. Обязательно. Только жидкое моющее средство, теннисные мячики, застегивай молнию. Ты говоришь, вот вешать пуховик после стирки на плечиках, а под силой тяжести этот пух не опустится, может лучше разложить? На самом деле, поскольку мы хорошо его прополоскаем, раскладывать не стоит, потому что пух и перья, они там загниют. Так что в выборе пуховика будьте внимательны, правильно стирайте. Спасибо тебе, Тарас, как всегда, действенные советы. Я бы и подумать не могла, что нужно теннисные мячики для стирки пуховиков использовать. Класс, на. Теперь улучшить свою жизнь с помощью наших советов еще проще. Нажимай подписаться и узнавай из первых уст мои рекомендации.